Приветствую вас! Вы задаете вопрос, что делать. И вы знаете, ну, ситуация, понятно, довольно тяжелая у вас, ситуация, конечно, понимаю вас, очень тяжелая. В вашем случае, я бы рекомендовал, вот просто, знаете, при любом раскладе, просто, думать о том, чтобы жить отдельно, думать о том, чтобы, вот знаете, чтобы отделяться как-то от уже своих родителей, да, от своей мамы, например, той же и так далее. Чтобы вы как-то, вот, перестали быть, значит, участвовать во всем этом. Потому что, ну, понятно, что нельзя это просто терпеть. То есть, понятно, что это ужасно травмирует, понятно, что это ужасно раздражает, злит, значит, бесит и так далее. То есть, я это очень хорошо понимаю. Понимаю очень хорошо вас. Но и вы, вы тоже постарайтесь понять, что, что это заключается в том, что ваша мама, она не изменится. Такая была, да, она такая и останется. Потому что, ну, вот такая она. И если она хочет сохранить семью, как бы, свою семью, то она будет это делать. А будет пытаться сохранять свою семью и дальше. И я надеюсь, вы понимаете, что абсолютно никто не вправе ей, например, ну, скажем так, это запрещать, да. Абсолютно никто не вправе ей этого не давать. Это не делает семья, и она вольно делает то, что, ну, то, что хочет, то, что считается нужным и так далее. Но вам, вам нужно думать о себе, на мой взгляд, вам нужно думать именно о себе в этом конкретном случае. Вам нужно думать о том, как вы будете жить. Вам нужно думать о том, что вы себе вредите тем, да, что, ну, что находитесь в этой ситуации. Вы себе вредите тем, что, как бы, ну, не меняете эту ситуацию. Вы себе вредите этим, к сожалению. И мне бы хотелось, чтобы вы как-то вот подумали, что же вам все-таки надо, именно вам. Если ваша мама все устраивает, она не хочет ничего менять, это ее право. Но вы, вы уже достаточно взрослая, вы уже достаточно самостоятельная. Ничего не поделать, вам нужно срочно становиться на ноги самой, искать работу и, по сути дела, жить отдельно. Это то, что лично мне кажется для вас хорошим выходом. Это то, что мне кажется для вас, даже больше скажу, единственным выходом из ситуации. Потому что, на мой взгляд, на мой взгляд, можно очень-очень долго, очень-очень, ну, долго и тщетно, как бы, пытаться данную ситуацию вообще-то, говоря, преодолеть. И так ничего и не сделать, так вы ничего и не измените в данном аспекте. Понимаете? Потому что, опять же, вашу маму, ее все устраивает. И этот момент, данный момент, нужно понимать, хорошо понимать. Стараться понять, что только от вас сейчас, зависит ваша жизнь. Только от вас сейчас, зависит то, как вы будете дальше, ну, как вы будете сейчас, как вы будете дальше развиваться, как будет строиться ваша жизнь и так далее. Поэтому я надеюсь, что вы, любя маму и желая ей всего самого лучшего, будете все-таки ориентироваться на себя и будете, не будете ждать, пока, значит, ну, помощь придет, пока все-то изменится само собой. Потому что ваша мама вряд ли изменит что-то, она, скорее всего, оставит все, как есть там. И, значит, это вот нужно понимать. Рассчитывать вы можете, по сути дела, только на себя. Рассчитывать вы можете, только на свои собственные силы, рассчитывать вы можете только на, значит, свои ресурсы. А это отношения, опять же, что для вас самым оптимальным является сепарация от мамы и организация собственного жилья. И, значит, у мамы сейчас свои ценности и цели, у вас сейчас свои ценности и цели. И мама, она, наверное, считает, что должна быть благодарна своему мужчине за то, что он ее обеспечивает, обеспечивает, да, и так далее. Ну, а вы? Я не говорю, что вы занимаете позицию жертвы. Нет. Но вам нужно понять, что вы будете взрослый человек. И, как любой взрослый человек, вы сами строите свою жизнь. Вне зависимости от того, что делают окружающие. И потому основная моя рекомендация и ответ на ваш вопрос, что делать, значит, такой. Брать на себя ответственность за свою жизнь. За саму себя. Это единственное, что можно вам, значит, порекомендовать в данной ситуации. Потому что остальное вы перепробовали уже все. Я полагаю, что если бы ваша мама хотела развестись, она бы уже давно это сделала. Она бы уже давно развелась. Вот. И, собственно, уже давно она бы была одна или иностранна себе другого мужчину. А если она этого не сделала, значит, у нее другие приоритеты. Значит, она так счастлива. Ну вот. Такой вот у нее извращенная счастье. И да, это эгоистично по отношению к вам. Я согласен полностью. Это эгоистично. Но можно сидеть и ждать. Пока мама решит развестись. А может она и не решит этого сделать. Вот. А можно брать ситуацию в свои руки и усиленно работать над тем, чтобы устраивать уже свою собственную жизнь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то у вас дополнительные вопросы остались, буду рад вам помочь. Пишите в личку. Я вам с радостью отвечу. А если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделает его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи вам!